Матч вышел очень таким сумбурным, можно сказать. Первый тайм отличался от второго, но на второй тайм команда вышла совсем в другом отличии. Начались получаться атаки. С чем это связано? Это состоялся жесткий резервон? И даже замены так пробегали? Ну, во-первых, хотел бы поздравить команду Торпеда с победой. Я бы не сказал, что второй тайм намного отличался. Мы до пропущенного мяча играли неплохо. Создавали не 100% моменты, но моменты были. Вы же прекрасно понимаете, я перед игрой сказал, ребята, раскрепоститесь. Вы в футбол можете играть, но пока молодость не дает это делать. Да, но на второй тайм мы вышли, я сказал, покажите характер. Забили мяч, могли сравнять. Был 100% момент. Ну, Евсютина. Но чтобы сильно отличался от второй тайма первого, я бы так не сказал. Один из распрощенных игроков в втором тайме был Андрей, господианцев. Считайте, то есть первый, ну, единственный пол, который забил нашу команду, это по большей части его заслуга подащил через центр. Ну, дело в том, что Андрей, как бы, более опытный игрок. Мы от него ждем еще большего. Там и неплохо Шевелев открылся, и он вовремя отдал передачу. И Шевелев во втором тайме совсем по-другому заиграл. И просто то, что обидно, что травма Филева, голеностоп. Ну, а так, я же еще раз повторюсь, некоторые замены усилили, некоторые замены не усилили. И, по большому счету, и у команды соперников, особенно в первом тайме, были хорошие моменты. Но, если бы, знаете, если бы они те моменты забили бы, не было бы так обидно, когда нам вот эти два мяча забили из-за наших, ну, так, давайте так, чтобы голову пеплом не посыпать. Ну, это не свойственно. Болистов такие делают ошибки. Ну, и последний вопрос. Насколько не хватало капитана, команды, лидера, Максима Андреева? Как ему хватало на поле и развивал, невозможно, на капитале? Ну, Андреев, конечно, тоже лидер. Он может отдать заключительный пас, может сам забить. Конечно, его не хватало. Ну, еще раз повторюсь, что команда молодая, рисунок игры есть, но такие моменты, что у наших ворот мы пропускаем, что у чужих не можем забить. Над этим надо работать. Команда только собрана, я уже второй раз говорю. Команда всего лишь, по большому счету, 80% в два с половиной месяца. И я вижу прогресс. И у Зинюка вижу прогресс. И у Шевелева я вижу прогресс. Да, Филев, вы не забывайте, что он пятую игру играет в стартовом составе, а ему только 26 июля исполнится 17. Ему только 16 лет. А он пять игр отыграл в стартовом составе, плюс тренировочный процесс, плюс индивидуальная работа. И вот эта, может быть, травма сегодня на этом и сказалась. Может быть, это и моя ошибка, что я ему сильно много даю играть. Ну, вышел сегодня хорошо. Рожков, вы тоже не забывайте, что он 2007 года, а не одногодка с Филевым. Он очень хорошо вышел. Зарекомендовал себя. Так что у нас задача воспитывать. Естественно, что на данный период у нас одно очко, четыре поражения, одна мячья. Ну, еще раз хочу поздравить команду Сапенко с победой. Я сказал своим футболистам, что нам только остается столько работать и две отца дальше. Какие-то вопросы? Спасибо большое. Удачи всем.